Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнились минувшие семь дней? Расскажем в кратком обзоре новостей. В первый день лета, 1 июня, анапчане отпраздновали День защиты детей. В городе и в сельских округах открыли 40 детских площадок. На театральной площади прошел праздничный концерт от детей детям. А на ярмарке-привозе прошла необычная акция – беспроигрышная лотерея для детей. Каждому маленькому участнику подарили сладости. Практику выездных планерок продолжили в СУКО. На выезде из города мэр Анапы Сергей Сергеев осмотрел стройку нового детского садика и рекомендовал организовать работу в три смены, привлечь больше техники, чтобы успеть сдать объект в срок. Покритиковал состояние пляжа в СУКО, а планерное совещание провел в Доме культуры в Варваровке. Представил новых сотрудников администрации, вновь принятых на работу, но зарекомендовавших себя и с опытом работы в мэрии Анапы. На планерке мэра Анапы Сергей Сергеев отчитался перед избирателями субсекского сельского округа о выполненных наказах. Не все еще сделано, но положительные изменения уже заметны. На этой неделе губернатор Кубани Александр Ткачев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов и руководителями силовых служб и ведомств муниципальных образований. Тема обсуждения безопасности на курортах Кубани. Обсуждали тему незаконных мигрантов. Как принимать и как отслеживать потоки иностранной рабочей силы. Опытом успешной работы поделился мэр Анапы Сергей Сергеев. Программу анапчан взяли в основу работы с незаконными мигрантами. Спасатели Анапы к курортному сезону готовы. В субботу 8 июня Анапа открывает курортный сезон. Тысячи россиян приедут к нам на отдых. Главная задача – обеспечить их безопасность. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел смотр анапских служб спасения. Насколько готовы спасатели к летней вахте? Хватает ли сил и средств? Для осмотра филиал Кубань-Спас, муниципальная служба спасения и ГИМС организовали выставку спецтранспорта. Сергей Сергеев оценил подготовку специалистов и дал краткое, но емкое заключение. Анапские спасатели к летнему сезону готовы. В Центре культуры Родина прошел суперфинал интеллектуальной игры «Что, где, когда» на Кубок мэра Анапы. В интеллектуальной игре соревновались команды школьников, студентов и работающей молодежи. Все команды – победители и призеры предыдущих турниров. Представители рабочей молодежи команду «Улыбка» заняли первое место. И с возвращением. Ансамбль казачьей песни «Соловейка» вернулся с гастролей из Стамбула. В международном детском фестивале участвовали 10 стран мира. Россию представлял анапский коллектив. Соловейки стали лучшими и получили специальный диплом организаторов фестиваля. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня в выпуске. Мигранты будут работать, но только законно. Мэр Анапы Сергей Сергеев обозначил четкие условия на совещании с работодателями. Стелла на въезде в город со стороны села Супсех готова. Золотой Орел приземлился на камень. День малых форм хозяйствования как праздник. В станице Анапское весело и полезно отметили серьезный праздник. В Анапе меки смеха и хорошего настроения. На финальной игре Анапской лиги КВН побывал необычный зритель. Посмотреть и послушать шутки анапской молодежи пришел мэр Анапы Сергей Сергеев. Об этих и других событиях подробнее. Резиновые дома и иностранные работники. Мэр Анапы Сергей Сергеев намерен разобраться с проблемами нелегального рынка труда. Как правильно нанимать иностранцев на работу? Как оформлять документы? И как контролировать поток зарубежной рабочей силы? Ответы на эти и другие вопросы искали участники совещания в администрации. Руководители территориальных, федеральных и отраслевых организаций поучаствовали в обсуждении. Подробности в сюжете. 262 человека зарегистрированы по адресу улицы Маяковского, 120. В сарае на пустом участке вряд ли поместятся двое. Специалисты миграционной службы уже подобрали определение такому явлению. Такие дома называют резиновыми. С начала года в Анапу въехали более 11 тысяч иностранных граждан. Основная категория – выходцы из Узбекистана, Армении, Таджикистана и Украины. 3700 иностранцев получили разрешение на работу. На треть больше, чем в прошлом году. И нарушают больше правила труда и пребывания, правила общественного порядка и неписанные общечеловеческие законы. Большинство из вас, анапчане, здесь живут ваши дети, внуки. Собираемся и мы здесь жить. Но поверьте, если сегодня мы будем приследовать только свой интерес и только экономический, не заглядывая в завтрашний день, то ничего хорошего у нас завтра не будет. С начала года полиция задержала 1885 иностранцев. К уголовной ответственности привлекли 18 человек. 17 гастарбайтеров привлекли за хранение и потребление наркотиков. По статистике, один наркоман за год привлекает еще 7. Всего в Анапе за 5 месяцев зарегистрировали 714 преступлений. Каждая 20-е – на совести иностранных работников. Для него вылезти из кустов с небрытостью в течение недели является нормальным явлением. Они все там так ходят, понимаете? А наши дети, наши жены, мы по барабану, допустим, я знаю ситуацию, я там и службу проходил и так далее, но те, кто не подготовлен, увидев вот это чудо вылезшее или идущее навстречу, реакция, понимаете, страх у человека, у нормального. Начальник миграционной службы Андрей Дубошин рассказал историю из опыта работы. В апреле месяце получаем жалобу от жительницы села Юр, которая пишет, что у его соседа живут в узбеке, строят ему гараж, вечером он накрывает стол, вместе с ними выпивает, поэтому она очень сильно переживает и боится за свою семью, за своих близких, вдруг произойдет граждан или что-нибудь еще хуже. Приезжаем на место, и на месте выясняется, что эти самые узбеки, у этой самой гражданки во дворе копаются отец. И около этой же ямы на крыто стол стоит полон свино. Спрашиваем мы, вот вы написали жалобу, и тут же пользуйтесь этим иностранцем. Она нам возмущенно отвечает, ну что, я же всего взяла на два дня, они мне сейчас яму выкопают, я их вином попою, чтобы меньше заплатить. А через пару дней вы приедете и заберите, потому что они вернутся к соседу, и я снова буду их бояться. Показательная история, и добавить нечего. Участникам совещания раздали памятки и бланки заявлений. Подписав заявление, собравшиеся дали согласие привлекать иностранную рабочую силу только на законных основаниях. Сергей Сергеев подчеркнул, это не его прихоть и желание, это требования анапчан. Анапа вступает в летний сезон. Гости курорта уже отдыхают в городе и должны быть уверены в своей безопасности. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. И к другим темам. 7 июня парк Станицы Анапской напоминал богатый казачий курень с огромным подворьем, на котором пасутся козы и телята. Припаркована новейшая техника, мотоблоки и культиваторы. И прямо на подворье идет бойкая торговля продукцией сельского хозяйства. По инициативе администрации города в рамках краевой программы проводятся Дни малых форум хозяйствования. 26 участников Дня малых форум хозяйствования расположились в Станичном парке. Праздник открыл заместитель главы города-курорта Михаил Баюр. Задача и цели таких мероприятий – показать, рассказать. Сомневаемся, убедить или переубедить в том, что малые форумы хозяйствования, бизнес на селе, он достаточно выгодный и дает хорошие результаты, если с душой, с сердцем подходить к реализации всех задач, которые ставятся. Сразу же в парк стали прибывать местные жители и пошла бойкая торговля. Ярмарки-привозы пользуются большой популярностью. К тому же на каждой праздничной ярмарке разыгрывается продуктовая лотерея. Не исключением был идеей малых форум хозяйствования. Продукция свежая, хорошая. И главное – местная. Вот что мне нравится, что местная продукция. И черепи, и помидоры. Все-все-все есть. Все, что для человека надо все есть. И лотерейки. Вот сейчас что-то мы играем. У нас всегда в Анапской проходе все с большим... Почаще бы такие ярмарки. Да, мы с большим таким размахом. И я говорю, что у нас очень дружные стоящие. С пользой провели время на ярмарке не только покупатели, но и предприниматели. Можно подойти к специалисту и задать вопросы, которые их волнуют. Допустим, управление сельского хозяйства расскажет по всем субсидиям, которые выделяются для малых форум хозяйств. Управление имуществом может объяснить порядок предоставления земельных участков или какие-то другие вопросы, которые возникают. Здесь предприятия выставили сельскохозяйственную технику, оборудование для переработки и хранения продуктов. Банки ввели разъяснительную работу по кредитованию. Консультирование шло по всем направлениям деятельности фермеров, чтобы помочь им встать на ноги. Теплицы, семена, удобрения, ветеринарные препараты, какие покупать, как применять на практике. И пользу от таких мероприятий оценили участники. Мы выступаем, показываем, представим то, что мы можем положить, то, чтобы народ использовал. Ярмарка, чем она хорошо, тем, что люди встречаются, люди узнают многое. То, что сейчас до людей недоступно, они спокойно, кажется, общаются и доступно все. Бери, радуйся. Подобные праздники прошли в Первомайском, Приморском сельских округах, в станице Гостогаевской и будут проводиться регулярно. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапрегион. И к другим темам. В администрации курорта состоялось торжественное собрание, посвященное Дню социального работника. Существующая система социального обеспечения была создана почти сто лет назад. А ее прообраз появился раньше при императоре Петре Первом, который указом от 8 июня 1701 года назначил уход за больными и престарелыми людьми из государственного бюджета. И сегодня, сохранив традицию и пронеся ее через три столетия, помощью гражданам страны занимаются люди отзывчивые и неравнодушные к чужой беде, принимающие беды окружающих людей как свои. С людьми огромной души и чистого сердца встретился сегодня мэр Анапы Сергей Сергеев. Работы у тех, кто собрался сегодня в зале администрации, каждый день очень много. Этому, в частности, способствует и государственная политика, которая, как и раньше, ориентирована на всестороннюю максимальную социальную поддержку населения, чего нет почти нигде в мире. Чтобы интегрироваться в мировые процессы, есть ряд серьезных претензий, которые высказывают нашему государству, Евросоюз, допустим, в том числе. Так вот, я вам по секрету скажу, шутка, что по секрету, но я думаю, что знать вы должны. Одна из претензий в том, что наше государство оказывает столь и социальной помощи незащищенным своим населением. Ни одно государство в мире, ну, за исключением, может быть, арабских эмиратов, не оказывает такой государственной помощи. И нас сегодня заставляют, чтобы уравняться с ними, потому что их население тоже об этом знает. Но наше государство на европейскую уравниловку не ориентируется. Главное – человек. Только в маленькой Анапе на социальные выплаты направляется порядка 400 миллионов рублей в год. А в соцблоке трудится 365 человек, которые за 2012 год приняли порядка 47 тысяч граждан. То есть каждого третьего анапчанина. Каждый из этих людей ежедневно помогает незащищенным слоям населения. И во многом это у них получается. Такие выводы сделал мэр после серии проведенных приемов граждан. За полгода в Анапе я в ваш адрес, скажем так, не получал ни одного негативного сообщения. Это говорит, а армия, еще раз подчеркиваю, 356 человек. Хотя бы одна лежала. У нас было бы идти, да, полгода? Нет. То есть либо вы их улавливаете, либо действительно так работают. Ну, я уверен, что так работают. Хочу вам пожелать стабильности, конечно же, повышения заработной платы. Особенно тем, кто получает ее ниже прожиточного минимума. Сегодня атаковые есть, я знаю. Вот. Рука у меня легкая. Все случится обязательно. Хочу пожелать крепкого здоровья, силы, выдержки, успехов. За высокий профессионализм, большой личный вклад в обеспечение четкой и эффективной работы, показания социальных услуг населению, отличившиеся работники социальной сферы отмечены благодарностями и почетными грамотами главы курорта. Вадим Родин, Анапа-регион. От счет до начала курортного сезона не в днях остаются считанные часы. Анапа готовится принимать гостей. А в детских лагерях и здравницах Анапы уже начался летний сезон. 7 июня на курорт прибыл первый детский поезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова